или больницу по гуденовскому сценарию. Потом я начал считать, как нам, к примеру, районную больницу, хотя бы вот про убережного района, обеспечить безопасность от таких нападений, как в гуденовске. Значит, для районной больницы необходим личный состав до батальона, то есть 300 человек. Это в трехсменном режиме 100 человек должны ее охранять. Тогда это будет обеспечена безопасность этой больницы. А вам ответили? Нет. Без ответа, да? Да. Дело в том, что этот вопрос, когда у нас был полк по границе, а до этого было у нас еще два полка. А вот чья инициатива была, чтобы ликвидировать эти полки? Ну, второй полки, я не знаю, кто там инициативу проявлял, но когда мы на полк по границе получали деньги с местного бюджета только на их зарплату. То есть они форму, вот все, что федеральный получает, мы что-то пытались оттуда забрать и им отдать. Потом финансирование, говорят, сократили, это я не в курсе, мы не в состоянии их быть уже держать. А вот вы сейчас не работаете, да, но вот Степашин заявил, когда он был после тракта, что республике достаточно сил и след, чтобы обеспечить безопасность всех граждан республики. Как вы считаете, он прав? Ну, он публичная личность. В принципе, заявить он имеет право, но, вероятнее всего, он имел в виду и 58-ю армию, штаб которой здесь находится, 9-я мотострелковая дивизия, и бригада внутренних войск, которые, в принципе, на тот период в охране общественного порядка никакого участия не принимали. Более того, скажу, насколько мне помнится, дивизия внутренних войск создавалась под остельный гурский конфликт. Но когда начались чеченские события, медленно, но верно, это самое боеспособное подразделение внутренних войск, и оно перешло туда. То есть на сегодняшний день они тоже в пункте охраны? Сейчас я вам не скажу. Не знаю. А вот когда случился тракт, вот конкретно вы какой приказ дали к Дряеву, который непосредственно был начальником Тракова. Очень верно. Приказ мы готовили не только для Дряева, но и для всего МВД. Значит, министр тогда убыл в правобережный район, с ним уехали Маурау, Секоев, Гусоев. Значит, на меня было возложено руководство силами, которые, ну, в общем-то, МВД практически, потому что Дзантьев туда уехал. Значит, штаб подготовил приказ о проведении спецмероприятий при чрезвычайных обстоятельствах. Дело в том, что, я еще раз говорю, на момент, когда мы готовили этот приказ, мы еще не знали уровень. Тем не менее, первоначальные мероприятия, в том числе и правобережным районделом, и министром были проведены. То есть оцепление, эвакуация, то, что необходимо было сделать. Потом, значит, руководство операции возглавили ТУБЕС. Ну, это мы знаем. Да. Вот вы отвечаете за чрезвычайное обстоятельство, да? Получилось чрезвычайное обстоятельство. Вот вы конкретно Дряеву, вот позвонили, что сказали? Он же должен был решать вопрос? Ну, на тот момент, конечно, Дряева уже найти было невозможно, и он уже непосредственно контактировал с Дзантьевым. А от штаба был Михаил Минзай, который мой заместитель был тогда, начальник оперативного отдела. Значит, они уже там работали непосредственно на месте. Я раньше занимался чем? Я вам скажу тоже. Кроме мероприятий непосредственно вокруг школы, проводились мероприятия еще по закрытию административных границ, по обеспечению безопасности других, ну, населенных пунктов всех этих дел. Присечили возможное проникновение еще дополнительных групп бандформирований, потому что от ФСБ сразу посыпалась информация, что, или СМВД, уже не помню, что могут проникнуть им на помощь еще. Вот эти задачи я выполнял. Кроме того, я готовил личный состав для наращивания сил и средств непосредственно в Беслане. Вы знаете, вы сказали, что вы проводили ряд мероприятий и так далее, проверки, а вот соседи наши, к сожалению, этого не делали, да? Вот мы знакомились с материалами, которые делали по молододельскому, которые делали на ОВД, так вот там дайте какие-то отчеты, они, оказывается, работали нисколько, не то же, чем вы на бумаге, да? Так вот, в таком случае, можно вопрос о слогательном направлении? Если бы, так бы. Какого причина? Ну, вот если бы вам в генеральной службе безопасности все разжевало и прислало Тайфа Браун, да, если бы, вот вы сейчас начальник штаба, да, за полгода или там за три месяца до терапии прислали, за три, да, или за два, как бы вы действовали вот на сегодняшний день? Вы начальник штаба, вы получили телеграмму. А можно вопрос на вопрос? А вы федеральная служба безопасности не задали вопрос? А федеральная служба безопасности с вами не общается. А вот как. Я просто вам скажу, они вас предупредили, они вас предупредили. В их функции что входит? В предупреждение, да? Они предупредили. Это не написано. Ну, я не знаю. Дело в том, что, Ваша честь, вот получилось так, что вот сейчас они здесь сидят. Закон говорит совсем другой. Здесь отдел ФСБ, если не ошибаюсь, в Биржаном районе был. Если у них была информация, почему они не собрались и не пошли их искать? Почему они пошли? Они говорят, что это, я не знаю, надо все-таки нам тоже почитать. Если дадите мне буквально минуту, я спущусь и вам закон о борьбе сервизма того года принесу. Более того, я очень плотно этим делом занимался. Я вспомню правительство Российской Федерации. Значит, я еще раз говорю, по совести я прекрасно понимаю, и они тоже это понимали, что мы с соседями приняли какой-то односторонний мир. Нас, Россия, к примеру, в этом не понимала. Я, кроме того, что вот обращение, вот то, что я вам говорил в июле 2004 года, что мне нужно для охраны столько-то, ну не мне, а МВД людей. Кроме того, мы устные беседы с тогдашним начальником кадров МВД обращались, переведите, также по дагестанскому опыту, полдагестанской границы, 2,5 тысяч человек на федеральном бюджете. Но финансирование нашей МВД с МВД России, велось по нормам Рязанской области, к примеру, ну я на одного сотрудника. Не, ну почему мы за это ответили? Почему не требовали? Дайте нам средства. Мы тут на войне. Почему вы не требовали? Почему я ответила? Я, я. Твои дети, наши дети ответили. Он и за вашей дерьмой. Вы сидите себе там высоко и глядите далеко, да? Мы сидим вот здесь, где еще копаемся? И в вашем дерьме копаемся. Нет, должны они трое отвечать. Пусть отвечают те, вы тоже нам помогите, чтобы отвечали. А вы все хорошие, а мы теперь везде враги. Я не пытаюсь, так, 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 все, подождите, все. Я говорю то, что есть, то, что было. Ну вот говорите, мы слышим. Было очень красиво. Так. Пожалуйста, задавайте. Уже он сказал об этом, что если коммерческой направленности, это вообще корыстная направленность, он вот это и сказал. Это из этого закона он сказал. Пожалуйста. Это корыстная направленность, а сотрудники учреждающего характера должны выполнять все сами. И в ВД, и в ФСБ, и в ВД. И координация должна быть. И в одну сторону, и в другую. Так, пожалуйста, вопрос сюда. Он у нас не сказал, я бы не работал. Я бы не знал. И он же... Подождите, подождите, подождите. Рассуждение оставьте. Рассуждение. Пожалуйста. Задавайте вопрос. Задавайте рассуждение. Вы начальник штаба МВД Республики. Вот совместно с начальником штаба Республики Редушетий у вас были какие-то... Контакты были? Контакты, да. Я отвечу на этот вопрос. Значит, контакты вот там исполняющие обязанности были 4 или 5 лет. Сейчас, фамилию уже забыл. Контакты, я его лично знал. Общались. Но на взаимодействие, к сожалению, они не шли. У нас проводились, я расскажу до конца. У нас проводились, готовились штабы, совместные совещания, коллеги. Одна или две при мне проводились. Ну, однобокое опять выполнение мы выполняем, а не нет. Это все проводилось по другой эгиде, значит, и МВД России, и Главного управления. Тогда мы еще дальше будем. Да. Такую вопрос. У вас, вот, вы сами нам говорили, вы разрабатывали планы, вы не получили телеграмм, телеграмм. А вот вы не пытались или пытались провести мероприятие вот совместно с МВД, республикой Ингушетия по прочёсыванию границ? Значит, после 22 июня, до этого, конечно, попытки у нас были совместные мероприятия проводить. Более того, мы добивались какой системы? Значит, шахматной системы расстановки постов. Но МВД, республики Ингушетия, я имею в виду нашу административную границу с ними. Что имеется в виду? Если наш пост стоит прямо на границе вот возле Зильги, то на целыке уже их должен стоять пост. То есть, с их стороны, то есть, чтобы уплотнить. Но они неделю, пока здесь будут представители МВД России, они стоят, потом они их убирают. Потому что они всегда заявляли, что у нас проблемная чеченская граница. А вы знаете, какие факты? Вы высшестоящие в организации говорите такую? Конечно. Дело в том, что с ними напрямую разговаривать было невозможно. Пока здесь Панько, Чикарин, они что-ли делают, потом все успокаиваются. Они переставляют. А вы об этом как бы сообщали письменно или не сообщали? Ну, скажу так, не я сообщал, конечно. Я вот, о чем я докладывал, я вам рассказал. У нас зам по границе, Попов Владимир Николаевич. Это обычно совещания проводились. И вот это все озвучено у вас. И поделаем наш ЦК Гребов, начальник управления Пограды. Начальник управления Пограды. А вот, кстати, в адресе, когда я пока написано, что когда в усиленном варианте внесения скульпы, то ни один начальник отдела не имеет права уходить ни в отпуск, ни в обду. Вопросы чего заключаются? Да. Я сейчас не понял, что я. Теперь у меня будет еще такой вопрос. Как бы начальника штаба в правобедженном районе не было длительное время, не было начальника штаба, и не могли подобрать кандидатуре. А сами вы увидели в том, что дрянь не соответствует должности? Вы министру об этом заложили? Значит, о том, что дрянь не соответствует должности, не нужно было переуход какой-то. Конечно, за один день, как я могу узнать человека? Это работает, конечно, соответственно, как следование. Ну, естественно, он не работал, когда в штабе. У нас приказы подписал, но по согласованию со мной, сразу говорю, со мной беседа проводилась. Как вы обосновали, что надо подписать, чтобы тряп? Было у него желание. Экзамены я, естественно, на него не принимал. Единственное, я расчет был на том, что как мы с ними усиление, я с ним проведу занятия. Стажировка в МВД очень положительно влияла на профессиональный уровень начальника штаба. Вы его спросят потом. Было дело, но он не ясно рассказал. Сейчас ему давать показания. Что дальше говорить? Желание было. Иначе, какое вы назначали, тут говорили, он не захотел. Никто его насильно не назначил. Я сказала, я не знаю. Ясно, так и дворец. Сейчас мы с ним ходили, а он нам за пенсию получил. Ясно, ясно, ясно. Не ясно, не ясно. Нам не ясно. Пожалуйста, вопрос. В зале разговоры прекратите. Не надо публично кричать. Не надо в зале. У нас процесс идет. Альтернативных разработок по отношению к ОПС, там, вот к постовым службам вы имеете какое-нибудь отношение? Нет, не имею. Скажите, вот вы занимаетесь альтернативными разработками, а совместно с ФСБ вы какими-нибудь... Альтернативными? Ну, альтернативными. Альтернативными штабами. Совместно с ФСБ вы что-нибудь разрабатывали? Да, в общем, наши планы ЧИО, которые мы готовили, значит, там обязательно идет согласование и участие в ФСБ. И в июле месяце ФСБ уже разрабатывал свои планы, где они готовили тоже. Но мы уже подчинялись тогда. Вот лично вы с кем разрабатывали эти слезвы? Так, сейчас вспомним фамилию. Значит, общался я в основном в телефонах, да не только в телефонах, встречались с Островецкой, по-моему, фамилия бы была. Точно, назовите. Валерий Валерий, как живо. Я вспомню, я могу перейдать. Вот сейчас постарайся, вы это вспомните. А это у нас старые телефонные книжки. Трехзначных номеров я почитаю. Островецкий. Островецкий, да. Вот так, я уже не помню. Сейчас там уже. И Кириличев непосредственно занимался, там, сотрудник Кириличев. Да, Кириличев. Значит, от штаба с ними вместе работал Букаев и, по-моему, Таждинов. То есть, план, когда они разрабатывали свой, мы, свою часть, принимали в нашей... То, что у нас... Таждинов, да? Таждинов. Таждинов. По-моему, Таждинов. Я могу вот с автомашизмиться. Но Букаев точно был. И у меня еще такое маленькое заявление. Я считаю, что вместо Дряева здесь должен сидеть Сханов, которого он своевременно проинформировал о том, что он не соответствует этой должности. Но он это, в свое мнение, проигнорировал. Поэтому он должен сидеть здесь. Сханов, он должен за это сидеть. Так, пожалуйста. Вопрос. Вы сказали, что напрямую приказы, эти эти программы, которые получали с МВД России, напрямую не могли переправлять. Это не положено? Дело в том, что они с закрытой связью приходили. Они секретно, то есть, секретно. А у нас такой связи с начальником, которая делала нет. А вы... Меня извиняюсь. Если вы дублировали эти приказы, в чем тогда секретность? Я объясняю. Дело в том, что они приходили с закрытой связью, но многие из них не были секретными. То есть там указано было, не секретно. Дело в том, что цель была какая? Я же говорю, 447-й, по-моему, приказ, который мы объединили все. Вот с МВД России каждую неделю идут указания. То охраняя водозабор, то охраняя газопровод, охраняя полицию. Я доскажу, можно, да? И вот мы создаем один приказ, 447-й, который определил и новому выставлению, и что должны делать в антипериалистическом направленности. Но сидит в МВД кляр. Значит, получает он от МВД задачу, и он опять то же самое мне начинает присылать. То есть эта задача уже стоит в начальнике оборудования. Я, естественно, уже, если там ничего конкретного нет, нет адреса, нет фамилии, не могу ничего искать, я его довожу до сведения начальника оборудования, чтобы они полетно знали, как прямой. Тилетайп, у нас прямой тилетайп. Вот эти документы как раз в уголовном деле и находятся. Напрямую приказы от МВД России, да? Я их не отправлял. И вот если я ссылаюсь в этой тилетайп-бограмме на указания конкретно, вот если там указано, вот в соответствии с распоряжением министра внутренних дел, и расписываю, что делать. Там были некоторые вещи, к примеру, он присылает, часть адресована нам, часть внутренних поисков. Я, естественно, эту часть начальника оборудования не посылаю. Вы не усматривали в том, что секретность приказа была в том, что они здесь сам защищались? Нет, дело в том, что это самая оперативная связь, есть еще телетайпом, и они использовали закрытую связь для оперативности. Можно приказ отправить, он через полтора-два месяца придет. А так в течение суток он до нас заходил. И я использовал телетайп для того, чтобы я мог его немедленно направить начальником райотдела. Вот вашу функцию поддела инспектирования. Да. Инспектирование это настрой? Да, контроль определяет, оценка по системе, значит, приказ, я уже не помню, там есть приказ специальный, по которому мы оценивали деятельность района органов интернет-дела. Значит, или дипограмму, которую вы направляли, мы его должны были проконтролировать? Сполагаю. Которую? Если я в телетайп-раграмме указываю доложить об исполнении, то да. Если она информационно аккуратно, то совсем другой. Можно это читать? О чем? Номер 16, 29, 22 августа, 2000 года. Замминистра, начальник штрафа. Мы ее изучали, спросите, как... А, сейчас же, да нет, это другая. Пожалуйста, что-то. По полученным сведениям, подтверждающим намерение лидеров НПР, провести вооруженные акции с целью дестабилизации ситуации на территории Южного федерального округа, по данным, или планируется проведение в августе 2004 года террористических актов в республиках Ингушетии, Северной Осетии и Дагестан в целом для разведения межнациональных столкновений в республике Ингушетии. У нас нет такой. У нас такой нет. Почему? Нет. У нас такой нет. Я даже не могу определиться, откуда... Я могу ее прочитать, я вам скажу...